Оставляю слово Леонид Григорьевича Ивашова. Как вы знаете, это генерал-полковник, доктор исторических наук, профессор, академик Академии геополитических проблем. Ну и все помнят Югославию? Значит, его доклад называется «Геополитика непознанного». Добрый день, добрый день. И буквально позавчера в одной телестудии, где мы работали, одному нашему уважаемому коллеге, я его здесь, к сожалению, не вижу, по-моему, кто-то из молодых депутатов, конечно, единороссов, было высказано, знаете, такая претензия. А зачем здесь этих мракопесов пускают на телевидение? Ну и маленькая стычка такая, значит, что вы все тут уже на уху, прийдете, нужно реальные знания давать и так далее. Поэтому все, что я буду говорить сегодня, все базируется на архивных документах. Доказано, передоказано и так далее. И, пожалуйста, первый слайд. Почему вот такие бывают стычки, они практически постоянны, и вроде есть реальные факты, которые, ну вот, говорили предыдущие, и Сергей Николаевич, и другие, и будут говорить еще. Есть уже доказаны, зафиксированные некие факты, но их отрицает наука, и, конечно, их не воспринимает религия. Сегодня проблема в том, что у нас нет единой системы знаний. Нет у человечества. Есть сфера знаний, конкурирующие между собой, отрицающие порой друг друга и так далее. Первый, 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 вернись, пожалуйста. Итак, главное – это наука. Наука материалистическая, она сделала довольно много положительного. Описала неживую природу, по сути дела, вывела или открыла законы физического мира, обеспечила в значительной мере научно-технический прогресс, ну и сформулировала собственную версию рождения Вселенной, пока спорят, не вывели еще, не пришли к мнению, а что явилось началом жизни на Земле и так далее. Ну и, конечно, мы знаем эту материалистическую теорию эволюции, что человек вышел из обезьян. И сегодня наука пытается определить, что есть космос, Вселенная и так далее. Но в то же время наука материалистическая, она отрицает Бога, отрицает веру и религию, не имеет, к сожалению, адекватных знаний о социуме, о человеческом обществе, и сегодня, к сожалению, нет социальной теории. Ну и не обладает единой системой знаний. Есть различные знания там. Наверное, и гуманитарные не стыкуются, порой системы точных знаний и так далее. Ну и плюс, что важно, следующий слайд плюс, что еще очень важно, что наука не уступает своих долг. Но выявила законы природы, свои законы считают законами природы, законами мироздания и так далее. Следующая сфера знания – это религия. Заслуга религии состоит в том, что она впервые сформулировала целостную картину мироздания. Рождение человека, рождение всего живого. Мы не будем сейчас говорить, правильно это, неправильно и так далее. Религия определила, знаете, вот тот архетип человека, первозаданность человека. А я подчеркну, что все на планете, мы видим, случайно не появляется. Все имеет свою заданность, свою функцию. А значит, вписывается в общую систему гармонии. А значит, если человек появился, то у него есть определенные функции. А если есть функции, ему задаются, ну, по крайней мере, потенциал, определенные качества и потенциал возможностей. Поэтому религия сформировала, как бы, вот этот идеальный образ человека, или архетип, как наука называет его, и определила нормы поведения, нормы взаимоотношения человека с человеком, человека с природой. Ну, мы знаем, что эти инквизиции, костры и так далее, со стороны религии, затормозили вообще-то научный процесс, научный процесс, процесс познания. Ну, и беда религии, что она находится в системе строгих долг. Все. Как и наука, кстати. И вот есть третья сфера знаний. Ну, я ее назвал здесь эзотерикой. По-разному относятся к ней. Что это за система? Система знаний. Вы знаете, эта сфера, она наиболее продвинутая в смысле познания мира, окружающей среды, в смысле познания человека и так далее. Она сформулировала организационную форму коллективного интеллекта. В науке там, в основном, коллективный интеллект как-то не приветствуется, все хранится в головах отдельных людей. Но в то же время, да, и эзотерика берет и от церкви, или от религии, точнее, будут некие знания, берет знания, которые никак не согласуются с материалистической наукой, с научными познаниями, и все накапливают в себе. Но проблема эзотерики состоит в том, что она замкнута в неких закрытых обществах. И вот это, она является, по сути дела, основой масонских лож и других тайных обществ. И вот эта строгая иерархия посвященности, она не позволяет, собственно говоря, большим массам познать реальный мир, реальную историю. Ну, мы знаем, знаем, что вот здесь, в трех этих сферах, нет ответа на главный вопрос философии. Что первично, что вторично. Мы знаем, церковь сознания, идеальный дух и так далее. Наука стоит на материалистических позициях. Материя первична, сознание вторична. Ответ, на мой взгляд, кроется в простой формуле, и мы уже приближаемся к этому. Энергия, в том числе энергия сознания, энергия духа, первичны, материя вторична. Следующий, пожалуйста, слайд. И в результате вот рассогласованности этих знаний мы сегодня не знаем, например, истории человечества. Абсолютно. Не знаем собственной истории. И, конечно, не знаем окружающего нас мира и вселенной. Это я просто демонстрирую, что я не сам придумал, что будет дальше. Вот давайте, посмотрим, то, что хранится в закрытых архивах. Это знания, полученные еще и до Второй мировой войны, в ходе Второй мировой войны. Это вам известные, известные мачу. Питчу тут, и другие я продемонстрирую. Я просто хочу обратить внимание на некоторые моменты. Посмотрите, горная вершина высечена многоярусным фундаментом и так далее, с применением технологий, не свойственной современным во втором и третьей архитектурной эпохи технологий. То есть, более 85 тысяч лет назад. 850 тысяч лет. Следующий, пожалуйста, слайд. Здесь тоже самое, известное, в Перу, пуска. У подножия горы идеально сохранились многочисленные следы строительной техники по работе с твердыми горными породами по уровню несовместимой с современной техникой. На поверхности скального монолита высотой имеются следы протекторов лопастей трех желобов, срезавших как по маслу часть скальной породы. То есть, вот как, знаете, черпали, берут, и вот так, как масло мы режем, и так далее. И опять же, обращу внимание на то, что комплекс сооружен во времена второй археологической эпохи около 85 тысяч лет назад. Ну, давайте еще там просмотрим. Это Наска-Пальпа, известная вам, тоже примерно, столько лет назад, и следующий, да, тоже известная. Идем дальше. Да. А вот, что говорят архивные документы. Это документы, поверьте. Органами НКВД в январе 1939 года была организована научная экспедиция в Тибет. Из материалов экспедиции следует, что тибетские монахи обладают знаниями об оружии и летательных аппаратах, доставшиеся им от древних цивилизаций, существовавших около миллиона лет назад. советской экспедиции получены сведения о том, как в древности при строительстве пирамиды дворцов применялось золото. Золото, струна и резали зуму пирамиды. В 1938 1939 году в Лхасу были отправлены экспедиции научного подразделения СС, речь идет о ННР. Сведения, которые были получены в Тибете, позволили немцам осуществить научно-технический прорыв в создании атомного оружия в подземном городе Хайгерл, ракету фаугара в Нордхаузе, а также строитель слетательной техники с нетрадиционными двигателями и конструкцией, чем занималось немецкое зондербюро номер 13. Германские ученые убеждены в том, это я выдержу просто, что земля внутри полая и подо льдами в Антарктиде скрыты проходы в так называемую агарту, внутренняя часть земли колыбель человечества. И вот дальше да-да-да вы понимаете немцы впервые получили эти данные в 1929 году после поездки тогда уже советской экспедиции МХАСу во главе с Яковом Гершевичем Блюнкиным Блюнкиным были переданы так причина почему отдали именно советской власти вот эти сокровенные знания ну во-первых потому что советская власть отрицала религию особенно христианство а буддизм оппонент серьезный во-вторых потому что надеялись что вот именно советская власть будет будет строить на земле общество социально справедливое значит красивое там без эксплуатации и прочее прочее и поэтому Ленин был возведен в ранг Махатмы и его предложено было через Николая Константиновича Рерихова чтобы мы туда направили делегацию и и и и были выданы огромные знания ну естественно Блюнкин поделился сначала с Троцким вот затем продал просто президенту германской военной разведки эти данные и немцы вот эти данные получили но они просто не знали все ли Блюнкин отдал и полагали что он отдал часть а все остальные знания хранятся у нас и вот говоря о внутренней полости земли ну с 38 года активно осваивают базируясь вот на этих данных Блюнкина осваивают Антарктиду вот выделено внизу плохо видно море Росса и есть там такое местечко море королевы Мот и обозначено оно тем что немцы значит облетая корабль там создали и так далее новые шваби с летательным аппаратом самолетом Дорниер облетая вдруг увидели в этой ледяной пустыне огромный зеленый оазис и дальше уже вот исследуя они стали строить ну нояшваблян новую шваби подо льдами во внутренней полости земли что такое внутренняя полость земли есть свои горы есть свои океаны вот и температура нормальная спокойная температура для проживания вот и есть свое некое внутреннее свечение то что они называли внутренним солнцем дальше пожалуйста и вот следующее следующее что я хочу сказать в июне сорок пятого года вдруг начинают поступать данные о том что Гитлер бежал Гитлер бежал и вот эти идут доклады вот о том что Гитлера подменили подменили целое расследование хотя бы уже объявлено что он вот там отравился сжег и так далее вот следующий пожалуйста слайд ну вот согласно запросу направляю копию акта судебно-медицинского исследования там 8 мая 45-го года это когда первичное было что вот Гитлер якобы там покончил с собой и так далее дальнейшее расследование показало показало что Гитлер бежал и встал вопрос куда бежал и тогда значит выясняются большие подробности вот обратили внимание ну были захвачены различные там документы кстати в 45-м году война велась не только значит между нами и англосаксами за то чтобы овладеть там наиболее выгодными территориями но и за то кто первым захватит секретные документы прежде всего материал аннерго вот и уже в августе месяца НКВД народный комиссар НКВД докладывал Центральный комитет партии рассылка пошла только в 6 адресов о том что Гитлер бежал и встал вопрос куда бежал куда Питер бежал были было захвачено две подводные лодки германские одна одну захватили аргентинцы их первым по требованию американцев передал экипаж этой лодки ну вторая попалась непосредственно американцам и вот эти командиры лодок показали показали что они совершали регулярный рейс что они принадлежат спецконвою фюрера в котором более 150 лодок особых лодок вот и они совершали вот эти походы именно во туда к земле королевы мод подныливали шли особой карты им выдавали и они заходили в грот а дальше уже там другие лодки всплывали и перевозили значит материалы и так далее и один из командиров свидетельствовал что и личные вещи перевозил он и посредним рейсом значит перевозил там 6 человек они были в масках но по фигуре что ли по походке он узнал господина фюрера можно следующий слайд и вот в январе 40-го года тоже наши контрразведчики захватили значит был отдан приказ о комплектовании команд для значит освоения вот этой новой швабии подземного царства подземной державы и так далее и там были определенные требования крепкие здоровые неженатые вот ребята должны были из немцев туда отбираться и должны давать подписку без права возвращения в подраму и вот я демонстрирую уже майскую дирекцию майский приказ фюрера который говорит что плохо далеко не все или очень малое количество соглашается вот ехать и осваивать эти подземные пространства внутренней полости земли до этого уже уехали видные ученые золото туда было вывозилось постоянно уже организованы были работы в том числе по производству дискообразных летательных аппаратов и вот значит здесь я немножко зацитирую с исполнением приказа фюрера о наборе добровольцев о подборе добровольцев для заседения подземных заседения подземных областей Антарктиды возникает проблема из-за того что добровольцы в последний момент отказываются покидать рейх своих родных и близких навсегда через этим отбор добровольцев следует производить лишь из числа тех кто не имеет родителей не связан семейными отношениями с родственниками порядок отбора следует упростить собеседование прекратить проводить работу среди тех чьи родственники погибли или умерли отправлять таких кандидатов без объяснения причин комплектующей части для оправки в новую швабель ну тут инструктаж и так далее данные о добровольцах представлять и прочее прочее то есть были следующие пожалуйста сбои и уже по сути дела по сути дела значит насильственно мобилизовывали и туда отправляли и вот еще один документ инструкция по прохождению пространства и коридоров для входов Агарту там прилагаются и карты плотсманские вот и схемы и так далее я хочу обратить внимание вот на следующее при прохождении пути по поверхности внутри грота возможно появление как воздушных так и подводных объектов запрещается обстреливать эти объекты ну здесь по возвращении из похода сдать там все карты эти были отпечатаны в концлагере Дахау все причастные как показали после военной расследования причастные печатные эти карты были уничтожены следующий пожалуйста слайд вот но это вот схема как входить и подробные лоцманские карты инструкции где какой там дифферент где какой курс и так далее советское руководство очень серьезно к этому отнеслось в ноябре 45-го года по приказу Сталина три наши лодки класса А подводные лодки пошли вот по этим лоцманским картам но как докладывал нарком флота Николай Ерасимов Кузнецов что были атакованы непонятными средствами которые передвигались в 3-4 раза под водой быстрее чем крейсерская скорость подводных лодок на поверхности и в результате ну лодку вы представляете она ничего не видит вот поэтому поэтому только по гидроакустичным приборам вот это чувствовали что их атакуют атакуют в 47-м году пошли американцы туда это уже по телевидению показывали и так далее мощную эскадру собрали там и подводные лодки там и авианосец и эсминцы и адмирал полярный следователь руководил экспедиции но это уже в интернете найдете везде что эта эскадра была атакована и разгромлена потоплены эсминцы поврежден сильно авианосец подводная лодка без как говорится происшествий завершила эту операцию и атаковали атаковали вот эту эскадру именно летающие объекты которые выныривали и из глубины уходили опять под воду и так далее это исторический факт и как только командующий этой эскадрой вдруг стал говорить о том ну пытали его журналисты и он пообещал что он вскоре расскажет его неожиданно сбила машина это вот карта то же самое вот карта подвода как бы внутренней ну новой швабии новой германии которая строилась выстраивалась вот последние годы войны начнут там в районе земли по сути дела в Антарктиде в этой полости земли и именно туда как предполагается бежал господин Гитлер Гитлер со своим там окружением да наверное все наверное все вот это ответ тем тем кто да 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 это вот последний слайд еще там ну это Арктик Арктик что немцы в это время пытаются создать базы где-то в Арктике все тут ну говорят что создавали там и вузки наших рек на нашей территории вопрос зачем а потому что в этих манускриптах тибетских монахов значит сказано что есть несколько входов это подземное царство Агартов Агартов на северном южном полюсе и плюс еще там на стиле это есть вот скорее всего немцы пытались найти вот этот более близкий вход по внутренней полюсе Агартов Спасибо Огромное спасибо Леонид Григорьевич спасибо большое Слава 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 Субтитры за хлопаете Спасибо